и вот эту штучку скорее всего уберу а вот вам доказательства моего мукбанка всем привет мои хорошие спасибо что заглянули ко мне в гости сегодня у нас с вами будет влог точнее домашний влог мы будем разбирать мои вещи делать уборку в комнате на улице уже ночь и только сейчас я собралась с мыслями что буду делать уборку я хочу оправдаться я сегодня встала в шесть монтировала видео потом была на работе два мукбанка засняла у меня даже есть доказательства сейчас вам покажу а вот вам доказательства моего мукбанка смотрите сколько кожуры половину правда уже бабушка выбросила и осталось еще 4 мандарина правда я могла бы их съесть просто я прочитала в интернете что чрезмерное употребление цитрусовых фрукт приводит к аллергии поэтому я решил не рисковать какой-то момент я поняла что мои влоги тоже набирают просмотры хотя очень самокритичный человек и честно я смотрю свои влоги когда начинаю например монтировать и думаю блин кому это будет интересно здесь я показываю какой-то бред здесь я показываю покупки косметики которые стоят совершенно недорого это какой-то мэйбелин не знаю golden rose и так далее но потом когда я мукбанка говорю вам что я что-то купила все пишут мне в комментариях что покажи и потом чисто по просмотрам смотришь что люди смотрят если смотрят почему бы это не снимать у меня вдохновение очень много так скажем меня хватит наверное в день на 5 роликов и идеи есть просто есть боязнь того что это будет неинтересно людям и даже иногда бывает я начинаю снимать какой-то влог потом думаю не но мне безумно приятно что вы смотрите я вас очень очень сильно люблю за это ладно давайте не будем терять ни минуты первое что хочу вам показать это шапку и шарф которые я купила буквально вчера не собиралась их покупать я просто шла на день рождения своего двоюродного брата точнее дочки двоюродного брата уже миллион раз вам говорил вот когда я им покупала подарки я купила шапку и шарф один комплект шапки и шарфа я купила для своего племянника а второй комплект для себя мне кажется милота вообще смотрится обалденно это не совсем шарф как называлась эта штука не помню короче в общем я никогда ее не было вообще не люблю шарфы но проблема в том что куртка которую я купила кстати тоже показывал вам во влоге там вот горлышко очень такой на распашку и будет холодно я думаю а вот с таким шарфом самое то цвета были разные я решила взять серый и вот эту штучку скорее всего уберу как-то тупо выглядит а в общем и целом мне кажется смотрится очень интересно как вам пишите в комментариях еще вот этот бомбончик прям прелесть и давайте еще сблизи вам покажу здесь такая крупная вязкой кстати еще насчет ногтей может еще сегодня ногти буду делать тоже покажу вам если соберусь силами не мама предлагала связать таком зачем вообще запариваться по этому поводу если нитки сейчас стоят не так уж уж дешево а еще время которое будет потрачено на изготовление этого изделия например и все равно не получается так вот как купленное поэтому я сторонник покупать вещи а не вязать или шить например прошло уже несколько часов с начала съемки этого влога я помыла посуду на кухне сделала кое-какие дела дома читала комментарии там не пишут что почему у тебя кофточки повторяются то есть пойди купи себе что-то новое подумала правильно говорите может это немножко меня обижает я не смогу каждый месяц покупать себе 30 новых кофт чтобы каждом видео быть в разном но немножко разнообразить надо на самом деле у меня гардероб а не такой уж и большой в том плане что я ношу вещи пару раза потом их отдаю кому-то и по идее мне реально носить нечего поэтому я думаю пройтись по магазинам может быть взять вас тоже собой если вам интересно то пишите в комментариях стоит ли показывать то что я покупаю из одежды или что именно вы бы хотели видеть в моем влоге обязательно пишите в комментариях а сегодняшнее видео будет состоять в основном из уборки я хочу разобрать вот этот вот комод здесь очень много косметики которые менее нужно также просто сделать порядок у себя в комнате конечно уже поздно обычно все делают утром уборку но у меня проблема я утром иду на работу я утром снимаю видео потому что у меня нету хорошего искусственного освещения поэтому я вынуждена работать именно по утрам а вечером я монтирую как в блоге тоже получается я буду снимать по вечерам я надеюсь что вы не сильно будете слиться из-за этого все летние вещи хочу убрать под кровать подальше с глаз долой и сердце вон потому что уже наступает зима а завтра мы с фати должны увидеться и снять совместное видео вы часто спрашиваете почему нету видео с фати дело не в том что мы поссорились и так далее наоборот мне самой тоже очень нравится с ней снимать совместные видео но проблема в том что я работаю и она работает мы не можем найти время для съемок к сожалению не смогла найти удачный ракурс чтобы вот убираться и чтобы вы видели меня и к сожалению нету человека который мог бы мне помочь снять видео мне кстати писали в комментариях стесняешься ли ты говорить на камеру когда рядом с тобой кто то есть на самом деле нет мне как-то пофиг на такие вещи в общем здесь у меня лежит бижутерия ношу летом не знаю почему зимой мне неохота носить бижутерию здесь моя коллекция хайлайтера вообще здесь такой бардак я пожалуй все что есть в этом ящике выну и помещу сюда потихоньку потом буду разбирать кое от чего буду избавляться скорее всего предлагать никому не буду потому что я буду избавляться прям от конкретно дурацких вещей от каких-то китайских палеток вот конкретно от мусора поэтому не стыдно такое предлагать второй ящик здесь опять же хаос как вы видите просто ужас творится здесь ремень господи господи вы просто посмотрите моя любимая кабурата телефона блокнотик этот блокнотик надо почаще использовать писать сюда идеи наборчик какой-то мои гель-лайки знаете что это такое вот кто как думает что это такое ладно перейду комментарии эта штука для усов а точнее говорить пушок над губой в общем эта штука мне уже не нужна потому что я хожу на лазерную операцию и усиков у меня уже нет от бороды мы уже избавились для ногтей то есть это аппарат для коррекции это моя лед-лампа если вы хотите я могу подробно рассказать о том как я делаю гель-лак какими средствами я пользуюсь вообще стартовый набор для новичка как набрать сколько это будет стоить и так далее вот эти вот все подробности если вам интересно я могу снять отдельное видео вообще думаю последнее время что надо снимать не только мукбанки а еще вот какие-то разговорные видео в общем буду заливать новый контент кручу-верчу штатив очень боюсь кстати его сломать он у меня уже один раз сломался сейчас на соплях держится если честно его клеем приклею представляете железо нет не железо алюминий приклеила клеем но пока что держится но если сломается ой да еще проблема в том что его всегда тащу к фате и по дороге тоже он деформируется надо купить уже хороший дорогой штатив хочу купить хорошее освещение вы знаете как покупать что дешевое не хочется хочется сразу купить дорогой а вот дорогой стоит недешево поэтому пока не знаю что делать космы даже носки здесь так Продолжение следует... Продолжение следует... С первым ящиком мы закончили. Теперь переходим ко второму. Ребят, посмотрите, среди всего мусора, смотрите, что я нашла. Две такие мочалочки. Новые, абсолютно отличного качества. Вот почему я ими не пользуюсь. Находка. Пойду положу в ванную. Если честно, некоторые вещи у меня под большим вопросом. Вот у меня есть такой пауэрбанк, которым я абсолютно не пользуюсь, но он заряжает телефон. Но заряжает всего на 50-60%. Вроде выбросить жалко, а оставлять тоже места нет. Вот что вы делаете в таких случаях? Вот такая вот красота у меня получилась. Посмотрите, чисто, аккуратненько. Все на своих местах. Кое-что уже выбросила. Но выбросила очень мало, поэтому на этом останавливаться мы не будем. Это первый. Второй ящик. Видите, даже свободное место нашлось. А все почему? Потому что не было рационального размещения всего этого. Здесь у меня серебро, блокнотики. В общем, все-все-все лежит здесь аккуратненько. И третий. Здесь принадлежности именно для ногтей. Тут я особо, знаете, такую уборочку не делала. Просто аккуратно вот так вот расположила. Это, кстати, можно выбросить. Я ими уже не пользуюсь. Это прищепки для того, чтобы делать коррекцию гей-лака. Сегодня еще хотела переделать ноготочки, но уже не успею, к сожалению. И вот такой вот пакет со всяким барахлом. Здесь и косметика, и просто какой-то мусор. И еще выбрасываю вот такую вот штуку. Она у меня здесь сломалась. В принципе, на нее можно вешать. Она стоит неплохо, но не нужна мне эта вещь. Поэтому выбрасываю. А продолжение этого влога будет завтра. Дорогие мои, уже второй день моего влога. Мы в Бургер Стейшн вместе с очаровательной, обворожительной, неповторимой. Меня смущает. Я так скучаю по тебе в последнее время. Мы будем сегодня снимать для вас бургеры. Вы хотите? Сочные, вкусные. Не могу дождаться со вчерашнего дня. Я просто не могла заснуть. Вчера она опоздала. Я вообще не пришла, я проспала. Она такая просто хорошая. Она даже не ругала меня ничего. Мне даже стыдно стало. Вот в следующий раз, когда я опоздаю или не притаю? Она специально рассчитывала на то, что в следующий раз сама опоздаю. В общем, так получилось, что Фатя проспала. У меня будильник не призвенел. Я не знаю, как это вышло. А сегодня спасибо ей огромное, что она меня разбудила. Потому что я планировала вообще встать в шесть, смонтировать видео, смонтировать влог. Вот этот вот. Очень извиняюсь, если он не вышел вовремя, потому что я так рассчитываю и понимаю, что не получится его сегодня домонтировать и кинуть. Что ты заказала? Что мы будем есть на твоем канале? Я заказала барбекю-бургер и еще заказала карри-бургер. Такого бургера, карри-бургера, нет в Азербайджане вообще. Да? Что-то экзотическое. Я уверена, что мне понравится. Карри-индийская кухня вообще это такое блюдо, но здесь этот соус будет внутри бургера. Интересно. Очень вкусно. Погода еще такая, знаете, слягкая. Сейчас покажем вам. Вот такая вот погода на улице. Дождик идет. Хотя осенняя, правда. Да можно попоткаться, но просто в дождик. Я еще испачкала свою куртку, Фатя мне показала. Вообще настроение в ноль. Новая куртка уже испачканная. Мне всегда становится грустно, когда я вижу такую погоду. Так вот. А это их меню. А это заведение. Ну, вообще. Мусенька. Масечка. Пупсик. Я ее в прошлый раз кормила, но она даже не поела. Холодно тебе, Мусик? Зайди. Давай это сделаем. Обложку. Обложку. Я предлагаю перчатков сделать мне обложку. Вот так. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмири и обворожительно невовторимая прекрасная... Спасибо. И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео в Бургер Стейшн. Сегодня у нас с вами Цезарь Салат. Вот такой вот. Дорогие мои, я уже дома с Фати пошопиться. Мы не пошли, хотя хотели и планировали. Видео я прям сегодня буду закидывать. Сейчас монтирую. Как раз таки его почти уже закончила. Пью чай. Жду, пока видео загрузится. И оно уже будет на канале. Думаю, что влог тоже уже нужно закругляться. Я вас всех очень сильно люблю. А еще больше я люблю мандарины, которые ем в процессе монтажа. Вообще, если так проследить мой день, то я целый день ем. Хорошо, что я так сильно не поправляюсь. В этом мне повезло, конечно. И вот посмотрите на время. Время еще нету двух. То есть, когда я встаю рано, смотрите, сколько всего я успеваю. Мы сняли два видео. Сходили, купили в Фати маникюрные инструменты. Смонтировала видео. Обработала фотографии. Досняла влог. То есть, сколько всего я успела до двух. Поэтому нужно вставать как можно раньше. Сейчас еще пойду на работу. Пару часов посижу там. И где-то в семь приду домой. И опять сниму для вас что-то интересное. Я очень надеюсь, что этот влог вам понравился. Если это было так, то ставьте лайк. Пишите в комментариях, стоит ли дальше снимать для вас влоги. Я думаю, что стоит. Я вас очень сильно люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok